Доброе утро! Меня зовут Софья Тычинкина. В эфире рубрика «Образ жизни». Сегодня хочу рассказать вам о судьбе известной американской актрисы Рене Зельвегер, которой не раз приходилось специально поправляться и худеть ради карьеры. Теперь она лучше всех знает, как из толстушки превратиться в стройную красотку, ведь голливудская актриса добровольно пожертвовала стройностью ради главной роли в фильме «Дневник Бриджит Джонс». Тогда, в 2001 году, она набрала аж 15 килограммов, что было настоящим испытанием для актрисы, с детства приученной к спорту. Сложность была в том, что набрать этот вес надо было всего за пару месяцев. Рене, которая никогда не страдала полнотой, подошла к делу серьезно. Она ввела в свой режим дня следующие принципы набора веса. Никакого спорта, как можно больше пончиков, сдобы и фастфуда, минимум движений, а когда есть уже не в моготу, можно выпить ложку растительного масла. Хороший рацион, не правда ли? Но после выхода дневников на экраны ей пришлось хорошенько постараться, чтобы вернуть тонкую талию и стройные ножки. В одном из интервью она призналась, что у нее есть специальная диета, благодаря которой она быстро снижает вес после очередных съемок. Для начала первые 4 месяца она готовит организм к чистке. Скажете, долго? Ну а как иначе не навредить организму? Первая часть диеты Рене включает в рацион индейку, тунец, различные салаты, исключительно из свежих или приготовленных на пару овощей, без добавления масла и соли. Также в течение суток Рене употребляла не менее 2 литров воды. Затем, подготовив свой организм к серьезным нагрузкам, Рене перешла на жесткую диету. Суточный рацион ее состоял из одного грейпфрута, одного яблока и одного апельсина, плюс 2 литра воды или травяного чая в день. И так в течение месяца. Потом, чтобы поддержать фигуру в хорошей форме, бывшая толстушка Бриджит Джонс придерживается диеты, разработанной ее личным диетологом. Она известна как грейпфрутовая диета. Этот фрукт считается отличным сжигателем жира, поэтому актриса съедает по половине грейпфрута всякий раз перед употреблением пищи. Помимо этого, следует полностью исключить потребление хлеба и сахара. Остальной рацион состоит из обычных продуктов – мясо, рыба, различные каши, овощи и фрукты. Чего только не сделаешь ради любимой работы. Посудите сами. В 2001 году дневник Бриджит Джонс. Актриса явно здесь весит под 70. В 2002-м Рене блистательно играет в мюзикле «Чикаго», демонстрируя прекрасную подтянутую фигуру. Спустя два года в 2004-м ей снова пришлось полнеть для того, чтобы сняться в продолжении фильма «Бриджит Джонс. Грани разумного». А в 2005-м году она опять сильно худеет для роли в фильме «Нокдаун». Теперь она вернула свой привычный облик и сказала, что больше полнеть не собирается. На сегодняшний день при росте 163 см ее вес 57 кг. В общем, друзьям, не стоит так рисковать. Кардинальные изменения в режиме питания пагубно влияют на здоровье. Хотя, если вас приглашают в Голливуд, почему бы и нет?